благословить это время благословить сердце каждого благословите принять те возможности которыми господь снабдил нас я благодарю что у нас есть дух живого бога и слово которое исходит изнутри нас это как раз та обновленная природа возрожденная природа приготовленная богом для вечности и наши молитвы это один из путей соединения с господом господь я благодарю тебя что я вместе с твоим народом могу подключиться к твоему потоку который течет от престола славы это поток имеет ресурс для каждого человека для каждого кто присоединяется к этому потоку и пусть наши сердца будут способны вместе с духом слышать чувствовать понимать двигаться вместе с тобой я благословляю также сейчас волны эфира наполнится твоим присутствием твоим содержанием а мы все что мы делаем на земле мы посвящаем тебе аминь давайте скажем аминь 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 вот эта тема нашего сегодняшнего разговора это место давно мне не дает покоя я возвращаюсь к нему вновь и вновь и тема нашего сегодняшнего разговора я озаглавила они победили сатану и мы начнем вот с этого отрывка хорошо известное место откровение 12 11 они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего я вот до этого места прочту они кто они это мы он кто он это сатана враг душ человеческих они победили сатану да и мы видим что словом свидетельство победили важно увидеть вот эту духовную войну и прямое противостояние между детьми бога и сатаной и зная о том что не всегда мы имеем тот результат который бы нам хотелось иметь сегодня много будет практических моментов как же все таки нам побеждать сатану мы рассмотрим вот мой взгляд на это все но вначале я хочу сказать в этом стихе есть продолжение и не возлюбили души своей даже до смерти очень интересное слово сильное очень слова побеждаются там на кровью агнца словом свидетельства и еще говорится о том кто же эти люди это люди которые не возлюбили с души своей даже до смерти и если выразить это вот именно вот эту часть они не возлюбили души своей это полностью посвященные люди они были полностью посвящены богу и знаете вот очень важный момент то что это единственный род христиан которого реально боится враг он боится только полностью посвященных христиан когда говорится они не возлюбили души своей другой перевод жизни своей не возлюбили жизни своей самое ценное самое главное для людей это жизнь но в данном случае есть другой приоритет верность богу его поле вот это выражение которое мы часто говорим и часто говорим и слышим мы воины иисуса христа вот здесь есть смысл разобраться каков вес у этого слова потому что воины и воинства это те вещи которые предполагают наличие опасности воевать это всегда опасно если человек идет в обычную армию мы никто не выдает гарантийное письмо что ты пойдешь в армию и тебе обеспечена жизнь сохранность что ты не будешь не ранен не убит такой гарантии никто не дает ни солдатам не тем более офицерам и генералам то же самое относится и к богу но мы говорим эту фразу порой четко понимая внутри себя что бог защита наша он обеспечит защиту нашу и он ее обеспечит но бывают разные случаи наша жизнь на земле она всякой бывает и вот это место которое говорит о том что мы побеждаем сатану мы побеждаем сатану мы находимся на войне это тоже не гарантия что нам не придется расстаться с жизнью что сатана не повредит где-то нашего здоровья но посвящение людей это очень важный знак для каждого из нас у него есть страх перед детьми божьими которые знают кто они и мы вот последняя встреча которая была мы об этом говорили уже на некоторых площадках выставляли фотографии и у нас были гости на этой встрече и когда мы с вами долго находимся вместе у нас один язык исповедания у нас примерно одна и та же база духовная и мы согласны друг с другом мы уже слышали и в духе своем мы получили подтверждение не единожды и сейчас смело исповедуем что мы святые люди мы отделенные мы праведники но гости они говорили иное они говорили о том что будучи христианином кстати люди христиане они ходят очень большой очень известную московскую церковь они говорили что спасение им неизвестно спасен человек или нет и конечно же он не святой и вот тогда был у нас диалог вот это наша жизнь на земле которая сравнительно короткая если мы здесь не получим откровения о том кто мы то можно промахнуться с волей божьей и можно промахнуться в этой войне и не получить ту победу которая богом для нас завоевана не войти в эту победу поэтому вот это наше объединяющее начало то на чем мы стоим тот фундамент это очень важно и вот этот стих который мы сегодня будем рассматривать более детально начнем мы конечно с прообраза я вот эту вот вводную часть хочу закончить тоже словом из писания где в 1 иоанна говорится что мир проходит и похоть его проходит а исполняющий волю божью пребывает вовек вот та ценность воля божья которая является выше самой жизни человека на земле когда мы соединяем свой выбор свою волю с божьей волей то это становится вот таким вот непотопляемым нашим состоянием непоколебимым непобедимым это очень чувствуется в духе каков человек какова его духовная начинка мы становимся такими же надежными как господь как его воля зная о том что он в нас а мы в нем и не имеет значения вот здесь вот в таком состоянии через какие трудности и через какие трудные обстоятельства приходится проходить человек не будет в поражении потому что он знает какому богу он служит и вот я предлагаю вам сегодня свой взгляд на то очень практический взгляд на то как пользоваться кровью агнца как свидетельствовать чтобы сатана он каждый раз натыкался на непреодолимую стену давайте начнем с исход 21 слайд уже перед вашими глазами двенадцать и прочитаем вместе вот это место исход двенадцать двадцать первого стиха по двадцать третий стих сейчас я его открою это выход евреев из Египта и начинаются казни и вот уже последняя казнь упорствует фараон и Господь предупредил что сейчас я буду поражать первенцев в Египте и в это время Господь сказал нечто Моисею и на основании этого слова Моисей собирает всех старейшин сынов Израилевых и вот с двадцать первого стиха и созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху и возьмите пучок из сопа и обмакните в кровь которая в сосуде и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью которая в сосуде и вы никто не выходите за двери дома своего до утра и пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках и пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения мы сталкиваемся с силой крови и эта картина не совсем верно демонстрирует что там происходило вообще потому что хранить целостность Израиля египтян извините израильтян нужно было что-то сделать а что делали и кто делал вот давайте на это еще раз внимательно посмотрим на основании вот этого стиха Господь говорит что ангел-губитель пойдет и он пройдет мимо дверей которые будут защищены кровью агнца и что должны были сделать старейшины отцы родов колен семейств в определенное время каждый отец вот по слову мы только что прочли должен был выбрать ягненка согласно размера своей семьи затем заколоть ягненка и собрать всю кровь вот на слайде видно что кровь на земле такого не было нужно было заколоть ягненка и собрать его кровь в сосуд и ни одна капля не должна была упасть на землю агнец заклан кровь которая должна защитить народ собрана в сосуды но это еще не защита она в сосуде находясь в сосуде она не защищала никого и мы сразу вот рассуждая об этом и слушая это это мы тоже с вами держим в голове наше понимание крови Иисуса Христа так вот кровь собрана в сосуды отцам было предписано принести перенести вот эту кровь из сосуда вы видите в руках у этих отцов семейств чаши с кровью перенести кровь из сосуда на косяки дома взять из соб обмакнуть сосуд и начинать вот это вот действие это было им предписано ни в коем случае не на порог косяки перекладины потому что через кровь никто не должен был переступать и вся судьба Израиля зависела от перенесения крови из сосуда на косяки дома как это они делали Бог подготовил их и через Моисея было сказано он повелел им взять небольшой кусочек из сопа совершенно незначительная трава ненужная вообще ни к чему не пригодная обмакивать в кровь и мазать косяки и перекладины в спасении Израиля Иссуп тем не менее сыграл важную роль вот он переносил кровь на косяки именно им брали макали и мы еще вернемся к этому и мы с вами увидим что есть что-то очень незначительное что мы можем сделать что перенесет кровь агнца в наши дома и придаст нам вот это состояние абсолютной защиты Бога в крови Иисуса Христа которую не всегда мы с вами можем на сегодняшний день сказать что мы правильно понимаем и правильно используем смотрите вот возвращаясь к этому моменту в спасении Израиля нужно было не только услышать не только понять важность происходящего нужно было послушаться господь еще одну весть сказал как они после того как они помазали косяки кровью им необходимо было оставаться внутри дома мы читали об этом и оставайтесь внутри дома им было запрещено выходить за пределы дома потому что кровь и ее защита действовала только на тех кто находился в доме это тоже очень важный момент в каком плане это очень важно было тоже держите это в голове мы тоже об этом поговорим моменты послушания и что то я еще хочу сказать дальше еще одно место я хочу вам показать мы посмотрели с вами на исход еще раз напомню что отцы брали ягненка заколали собирали всю кровь брали из соп макали чашу с кровью помазывали перекладину и косяки и все жители этого дома должны были находиться в доме никуда не выходить давайте пойдем дальше потому что вот храм у вас сейчас иерусалимский храм и здесь тоже большую роль играла жертвоприношения агнцев козлов и не только разных животных и очень важна была кровь что происходило здесь однажды начатое действие защита в крови Иисуса Христа она продолжает иметь место во всем поклонение которое есть в Израиле бога Авраама Исаака Иакова вот он храм и нас интересует вот эта часть где стрелочка от курсора стоит там святое там святое святых там нечто происходило но мы видим вход в храм мы знаем что вот эта часть она была для женщин женщины были отдельно в храме дальше проходили было место для иудеев затем было место где священство что-то совершало давайте посмотрим напомним себе атрибуты двор двор еще раз вернусь вот этот двор прежде чем зайти в святое и пройти дальше однажды в год первосвященнику вот здесь вот происходили определенные действия стоял жертвенник и были умывальники и стояло медное море вот оно тоже здесь нарисовано в святом находился алтарь стол для хлебов предложений находился свечник и вот он ковчег завета святое святых за завесой посмотрите еще раз вот это умывальницы вот они они внешний двор вот жертвенник здесь сжигали жертвы вот медное море которое стояло на быках вот вход святое и далее мы увидим вот мы вошли в святое и вот эта маленькая часть за завесой где находится святое святых вы видите что сейчас на жертвеннике огонь горит воскурение мы видим это водой наполнены и медное море и сосуды для очищения и затем уже происходило нечто в святом там где находился семисвечник находился алтарь кодильный стол с хлебами предложений и было место которое первосвященник посвящал один раз в год и вот вот оно святое святых мы видим там ковчег завета у ковчега завета было содержимое но это не тема нашего разговора мы знаем что там были и скрижали завета и трость аарона расцвет расцветший посох крышка херувимы но нам важно вот эта часть вот он он первосвященник который однажды в год заходит с чем заходит вот они угли от жертвенника в святом был еще раз вернемся вот это место видите алтарь это атрибуты святого места алтарь и вот отсюда брались для кождения угли и вот мы увидим этого священника который уже собрался первосвященника который собрался раз в год идти в святое святых у него чаша с кровью жертвенного животного за грехи израиля мы сейчас прочитаем это место и вот они угли жертвенника чтобы прийти в святое святых и начать кодить господу это фимиам видите все святое наполняется вот этим фимиамом это прообраз поклонения вот она чаша стоит он сейчас начнет этой чашей окроплять и давайте прочитаем это место оно у вас на экранах левит 16 глава вообще левит вся эта книга посвящена как раз храмовому служению тому как это должно быть как должен был одеть одет был первосвященник нас интересует вот эта часть связанная с кровью давайте прочитаем 16 глава левит и я начну наверное отсюда с 13 с 11 стиха здесь разговор идет об аароне от него пошло первосвященство в израиле и эту связь именно от аарона шли первосвященники и все их имена записаны они очень долго поддерживали пока иисус не положил другое начало этим вещам давайте прочитаем с 11 стиха и приведет аарон тельца и жертву за грех за себя сначала первосвященник готовил себя и заколит тельца в жертву за грех за себя и далее и возьмет горящих угольков углей полную кадильницу жертвенника который пред лицом господним и благовонного мелко истолченного курения полные горсти и внесет за завесу завесу мы видим тоже здесь он зашел внес это за завесу господь определил храмовое служение определенным образом он описал его в 16 главе мы это видим и заколит козла в жертву за грех за народ и внесет кровь его за завесу и сделает с кровью его тоже что дело с кровью тельца вот когда он очищал сам себя и окропит ею на крышку и перед крышкой у ковчега крышка на крышку и перед крышкой и очистит святилище от нечистот сынов израилевых и от преступлений их во всех грехах их и это предписание очень долго соблюдалось это предписание очень долго соблюдалось раз в год священник готовил себя и приходил святое святых мы посмотрели с вами на храм обновили нашу память о том что находилось в храме и какие действия производились там и вот он с кровью здесь и он кропит семь раз он кропит семь раз первосвященник нашего исповедания в евреях 3.1 написано что у нас есть первосвященник нашего исповедания и это тоже очень важная вещь потому что мы здесь о чем читаем что не просто Христос первосвященник он первосвященник нашего исповедания Исповедание – это свидетельствовать, это говорить своими устами то же самое, что Бог говорит в Своем Слове. Мы приводим этим действием в согласие слова наших уст со Словом Божьим. Господь является первосвященником нашего исповедания. А когда нет свидетельства, нет исповедания, нет и первосвященника нашего исповедания, потому что он первосвященник нашего исповедания. Господь может ходатайствовать за нас, когда мы исповедуем и соглашаемся с тем, что есть Его Слове, что согласуется с Его Словом. Мы это знаем в плане спасения. Если будешь сердцем веровать, мы веруем. А устами исповедовать спасен будешь. Есть условия, надо говорить. И первосвященство Иисуса Христа как бы активируется тоже нашим исповеданием. Мы начинаем говорить, что мы согласны с Его Словом, что мы и сердцем веруем, и устами исповедуем. Поэтому, как бы мы это ни назвали с вами исповедание или свидетельство, это совершенно необходимая вещь для принятия чего-то от Бога. Покрова, спасения. Покрова. Мы от слов своих оправдаемся, от слов своих осудимся. Это слова Иисуса Христа. Мы определяем свою судьбу своими словами. Апостол Ияков говорит, что язык – это рубля. Корабли маленькие бывают, бывают большие. Но руль по отношению к кораблю – это еще более мелкая деталь. И он именно задает курс кораблю. Маленький, маленький руль движет огромным-огромным лайнером. И если рассмотреть этот корабль как нашу судьбу, то мы тоже своим исповеданием, своими словами определяем курс и движение нашей жизни. И последствия того, как мы используем наш язык, мы можем говорить правильные вещи, соглашаться с Богом. И это будет один результат в нашей судьбе. Мы можем вести себя иначе. И тогда мы можем потерпеть в своей судьбе кораблекрушение. И, в принципе, это уже та подсказка практических вещей, которые мы с вами будем сейчас рассматривать в книге «Откровения», вот в этой 12 главе. Когда мы говорим о том, что они победили его кровью Агнца, кровь очень важна, мы посмотрели на несколько прообразов, на то, что сопровождало жизнь еврейского народа продолжительное время. От момента, когда это был еще не народ, от момента выхода из рабства до того времени, когда пришел Иисус Христос и произошло все то в Израиле, что положило начало новому священству, что положило начало новому действию его крови. И как же нам все-таки пользоваться этой кровью? Как же нам ее перенести из сосуда? Условно говоря, то, что происходило на Голгофе, была пролита кровь. Вспоминаем случай с выходом из Египта, когда, несмотря на то, что кровь в крови заключена полная защита для Израиля того времени, а ангел-губитель пройдет там, где будет помазание на косяках и на перекладинах. Но несмотря на то, что именно в крови заключена защита, она действует только при послушании. Нужно было послушно взять эту кровь, взять и сок, взять сосуд, нанести это все на косяки и на перекладину и находиться внутри. Апостол Павел говорит, что Христос является нашей Пасхой, закланный за нас. Вообще эта Пасха, пройти мимо, да, значение этого слова, тоже напомним себе, чтобы не восстанавливать в голове это снова, пройти мимо, пройти мимо того, чтобы уничтожить человека. Ангел-губитель пройдет и не уничтожит. И в нашей жизни, чтобы это происходило с нами, чтобы мы не попадали под атаку, под серьезную. Апостол Павел говорит, что вспомните и запомните, Христос Пасха наш, Он заклан за нас. Другими словами, вот давайте, и Христос давно заклан, и Его кровь пролита. Но только после того, как мы это признаем, когда мы вступаем в завет, вступает в силу и спасение наше. Мы сердцем уверовали, устами исповедовали. И кровь защищает нас при условии нашего послушания. Возникает вопрос, как нам сейчас кровь там от Голгофа, 2000 лет назад, которая пролита, перенести в свои дома? Как нам всегда побеждать сатану этой кровью? И что переносит кровь Христа оттуда, от Голгофа в наши дома, сегодняшние наши дома? Очень практичная вещь. Оказывается, вот этот маленький соп, незначительная трава, которая, можно ее даже, о ней даже особо и не говорить, потому что защищала-то кровь, и нужно было перенести ее на косяки. Но Господь усмотрел, чтобы в этом перенесении был еще и соп, потому что и Давид, когда согрешил, он говорил, окропи меня и сопом своим, и буду чист. Опять и соп. Брался и соп на протяжении лет. И вот эта незначительность, вещь очень простой для нас и несложной является наше исповедание. Маленький кусочек и сопа. Наше исповедание. Трудно ли это сделать? Но важность нашего свидетельства, Писание подчеркивает, первосвященник нашего исповедания, Евреев 3.1, говорить своими устами то, во что ты веришь, перед лицом всего мира. Это действие происходило. Израиль наблюдал за этими вещами. Затем что-то, затем что что-то в Пасху происходит. На земле Израиля, когда из всех колен евреи приходили на поклонение в храм, что-то стало происходить здесь, на Голгофе, распит тот, кто назвал себя Сыном Божиим. И давайте мы посмотрим на практические вещи. Для начала, прежде чем мы говорим о важности исповедания, прежде чем исповедовать, что кровь Иисуса Христа делает в нашей жизни, надо для начала знать, что она исповедует. И поэтому самое первое, самое важное – знать Писание. Необрывочные какие-то понимания, потому что когда мы разговаривали несколько дней назад, когда мы стали поднимать места Писания, почему человек думает, что он неправеден, почему человек думает, что он грешник до сих пор, почему он не считает себя святым, почему вот эта победа Иисуса Христа и его пролитая кровь, она до сих пор не в домах этих людей. И это еще одно из подтверждений того, что Господь заговорил о практическом применении крови Иисуса Христа в сегодняшнем дне и в наших домах. И мы начнем по порядку. И первое – это искупление. Давайте я этот слайд найду сейчас. Мы начнем двигаться. Одну секунду. Искупление. И мы с вами будем опираться именно на места Писания, которые вам будут важны и нужны для того, чтобы всякий раз, если мы забыли, как нам побеждать сутану, как ходить в победе. Вот эти места Писания, они бы стали для вас неким таким путеводителем. Чтобы еще раз напомнить, что же происходит там на Голгофе и как мне, сегодняшнему, жителю Земли, использовать эту кровь для того, чтобы победить определенную ситуацию. Здесь есть контекст выше-ниже, но нам нужна вот эта часть. Мы имеем искупление кровью его. Оказывается, нас с вами выкупали. Давайте еще одно место прочитаем, потом немножечко поговорим об этом. Первая Петра, первая глава, 18-19 стихи. Зная, что нетленным золотом и серебром вы искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью креста, как непорочного и чистого агнца. Нетленным золотом и серебром мы искуплены и от суетной жизни, и мы искуплены, выкуплены у сатаны. Человек по природе своей, он чей-то, он не нейтрален. И я думаю, ни для кого не секрет, чьи мы были. Для меня не секрет, чья я была, и какая была моя прежняя жизнь, и то, что я выкуплена Христом. Искупление. И что мы должны в этом случае сделать? Сказать, взять этот маленький сок и сказать перед всем миром духовным, что мы искуплены. Наша жизнь была в недобрых руках. Ее держал в своих руках тот, кто ненавидит тебя и меня. Человека ненавистник, дьявол. Мы выкуплены у него. И за это была положена кровь. Без крови, без пролития крови, этого бы не произошло. Но сейчас кровь пролита на Голгофе. И оно действует для нас. И мы только что прочли это. Что мы искуплены не золотом и не серебром, драгоценным. Мы искуплены кровью. Если мы это не будем говорить, эта кровь как бы остается в сосуде. Что мы можем сказать в этом случае? И нам есть смысл это делать всякий раз. Я искуплен. Я был искуплен из рук дьявола. Давайте мы уже начнем вот эту практическую часть. Когда мы все вместе сейчас скажем. Кровью Иисуса Христа я был искуплен из рук дьявола. Скажите. Кровью Иисуса Христа я была искуплена из рук дьявола. А давайте это повторим еще раз. Давайте задумаемся вообще, из чьих лап мы вырваны. Кровью Иисуса Христа я искуплена из рук дьявола. Кровью Иисуса Христа я искуплена из рук дьявола. Из рук дьявола. Аминь. Аминь. И это уже одна из практических частей на основании Откровения 12.11. Мы побеждаем сатану. Когда он подступает к человеку, говоря о том, что он имеет на нас право, когда он начинает напоминать нам о нашем прошлом, об грехах и ошибках прошлого, мы можем смело ему сказать, что кровью Иисуса Христа я искуплена, и ты уже не имеешь в моем жизни власти. Я принадлежу Иисусу Христу. Вот она. Одна грань той победы, которая положена в крови Иисуса Христа. Идем дальше. Идем дальше. Давайте я полностью открою слайд, потому что он не очень слушается. Второе. Очищение. Очищение. И мы откроем 1 главу. Первую главу. Читаем. Седьмой стих. Если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Все ли понимали, насколько важно наше общение друг с другом? Оказывается, это ходить во свете. И когда мы это совершаем, происходит что-то удивительное. Мы ходим во свете. Мы имеем общение друг с другом. Мы не укрываемся друг от друга. Мы не находимся в уединении, говоря о том, что мне никто не нужен. Я подчиняюсь только Иисусу Христу. Мы нужны друг другу. И Господь говорит, в этом случае кровь действует определенным образом. Она этот грех весь аккумулирует на себе, потому что мы все равно ошибаемся. И вот этот стих дает нам еще одну подсказку. Как нам получать это очищение? Ходить во свете, подобно как он во свете. Иметь общение друг с другом. И при этом происходит сверхъестественное действие, очищающее действие его крови. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Я предлагаю здесь тоже сделать нам вот это исповедание, потому что мы говорим, что это тот маленький соп, которым мы оттуда из Голгофы макаем и переносим наши дома. Чем? Исповеданием наших уст. Это строительный материал. Всегда так было. Бог творил словом. Он дал нам удивительную власть в наши слова. Оказывается, в этом сокрыта невероятная сила, которая побеждает сатану. Не будет побеждать, а побеждает. И окончательный вариант этого звучит. Победили. Чем именно? Кровью. Мы опять берем эту кровь, берем свои уста и начинаем говорить о согласии со Словом Божьим в этом ключе. И говоря об очищении, мы скажем с вами вместе, я хожу во свете, и кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Давайте скажем это вместе. Я хожу во свете, и кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Кровь Иисуса Христа очищает, 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 забирая у сатаны возможность говорить о том, что мы нечистые, что мы грязные, что наша праведность как запятнанная одежда. И когда мы говорим, вы праведники, он тоже хорошо знает Писание. Он скажет, почитайте, ваша праведность как запятнанная одежда. Но мы говорим ему, я хожу во свете, я имею общение с братьями и сестрами, и кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. И сатана, у тебя нет власти, потому что там нет твоей территории, когда мы это говорим. Поэтому есть смысл это говорить осознанно. Я хожу во свете, и кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Аллилуйя. Какая сильная вещь в Боге и есть у нас. Кровь Иисуса Христа. Давайте посмотрим на следующий пункт. Оправдание. Римлянам 5. Девятый стих. Посмотрим это место. Тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Бог гневается на нечестие людей. И мы знаем, что в этой любви есть ревность, огненная ревность. Но нам даровано оправдание. Это очень теологический термин. И его можно рассмотреть на примере, когда человек попал, допустим, в тюрьму. Придим за микрофонами, дорогие. У кого-то в эфире звучат слова. Давайте посмотрим, у кого микрофон включен. Проверьте свои микрофоны. Да, я слышу. Разговоры в эфире. Оправдание. Возьмем вот такой вот крайний случай. Человек попал в тюрьму. И происходит суд. И ему говорят оправдан. А это значит невиновен. С него снимают вину. Юридически говорят. Все то, что тебе было предъявлено, этого не было. Не по типу ты совершил, а мы тебя прощаем. Таков гуманный суд. Нет. Они сказали, этого не было. И Иисус нам говорит, этого не было. Давайте еще раз посмотрим на римлянам. Ныне, будучи оправданы, чем кровью его, спасемся им от его гнева. Это больше, чем суд любого человека. Гнев Бога – это та вещь, которая отделит последствия тех, кто идет в ад, и тех, кто идет в другое место, к Богу. И проводит с ним всю вечность. И это оправдание, оно нам очень необходимо. Потому что чувство вины и сожженная где-то, может быть, совесть, которая в свое время постоянно держала человека в этом чувстве вины. Иногда это, когда человек не видит своих неправд и не идет к Богу в покаянии. А порой это совесть, которая не дает человека вообще голову поднять. Она постоянно ему говорит, нет, еще не достиг, нет, еще не таков, нет, еще не чист. Посмотри на Христа и кто ты. Посмотри на свою жизнь. А Господь говорит, не смотри на свою жизнь. Посмотри на меня. Я забрал все на себя. Все грехи. Прошлое, настоящее, будущее. Ты споткнешься, а я уже об этом позаботился. Я оправдываю тебя. Кто тебя может обвинить, если я тебя оправдываю? И тогда мы с вами тоже опираемся уже на местописание, что я не судья сам себе и я не судья брату своему и сестре. Судья мне Бог, а он оправдывает меня. И у сатаны опять нет основания говорить в мою сторону то, что может смущать меня, то, что может открыть двери для него, для разрушительной работы. Я искуплен, я очищен и я оправдан. Аллилуйя. Движемся дальше. Освящение. Господь через кровь Иисуса Христа. Какая привилегия, кстати. Какая привилегия. Если мы вдумаемся вообще. Вот, знаете, вот этот стих, мы его пели. Знаю, что нетленным золотом и серебром я искуплен от суетной жизни, но драгоценной кровью Иисуса Христа. Сколько золота и серебра нужно положить за душу человека? Эта чаша никогда не наполнится золотом и серебром всей земли, чтобы перевесить, и золотом и серебром всей вселенной, чтобы перевесить душу человеческую. Такова ее ценность. Нет такого количества во вселенной золота и серебра, чтобы выкупить душу человеческую. Но кровь Христа – это та высочайшая цена, которая это может сделать. Искупить, очистить, оправдать. И она делает это до сегодняшнего дня. Потому что число наших братьев и сестер с каждым днем через этот иссоп, из сосуда Голгофы переносятся в наши дома. Проходят века, столетия проходят. И новые-новые люди начинают сердцем веровать, а устами исповедовать. И это побеждает сатану. И люди говорят, я искуплен, я очищен, я оправдан. И Господь говорит, вы святые. Освящение и святость – это синонимы. И мы с вами посмотрим это на примере евреев. Откроем 12 главу, 10 стих. Даже с 9 начну. Если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, отец духов, Господь, небо и земли, Творец, чтобы жить. И следующий стих. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Мы имеем участие в святости его. Кровь Иисуса Христа делает нас святыми. Но эта святость его, не наша. И мы видим, как это происходило на примере с нашими родителями. Давайте мы вернемся немножко на шаг, там, где разговор шел об оправдании. Давайте здесь произнесем тоже все вместе и запечатаем это в нашем разуме, в нашем духе. «Благодаря крови Иисуса Христа я был оправдан, признан невиновным, сделан праведным, как если бы я никогда не грешил». Давайте это сделаем вместе. «Благодаря крови Иисуса Христа я был оправдан, признан невиновным, сделал праведным, как если бы я никогда не грешил». «Сделаем праведным, как если бы я никогда не грешил». «Благодаря крови и не грешил». Освящение. 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 Евреям 13, 12. Давайте вот сюда посмотрим еще. «Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врага». Возьмем стих выше. Тела животных, которых кровь для очищения греха вносятся первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стана. То Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне стана. Давайте посмотрим на слайд еще раз и увидим, что это было вне стана. Хотя мы это знаем, хорошо знаем. Это было вне стана. Вот это лобное место. Это было вне стана. Вот этот путь, который пройден к этому лобному месту. Это было за пределами города Иерусалим на лобном месте, называемом Голгофа. Очень пророческий акт. Опираясь на то, что делали первосвященники, это было очень хорошо понятно Израилю, что жертва за грех, она сжигалась вне стана. Иисус соблюдает это пророческое действие в себе самом, вне стана, пострадав за каждого из нас, чтобы кровью Своею осветить нас. Поэтому давайте вместе скажем. Господь пострадал вне стана, чтобы осветить меня Своею кровью. Господь пострадал вне стана, чтобы осветить меня Своею кровью. Осветить меня Своею кровью. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте вернемся к нашему слайду. И посмотрим на вот эту часть, которая тоже кровь Иисуса Христа нам дала в полной мере. Я поставила этот пятый пункт и обозначила его жизнь. Жизнь. И мы пойдем в то местописание, которое здесь указано, и посмотрим, что мы имеем через кровь Иисуса Христа жизнь самого Бога. Мы сейчас подтвердим это писание. Обратите внимание, что это не жизнь на земле. Бог, который больше всего своего творения. И его жизнь существовала до сотворения всего. И это дается нам через кровь Иисуса Христа. Вечная жизнь дается нам через кровь Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 6, 53 глава. Много местописания, но это важно, потому что в пустыне Иисуса, искушаемый сатаной, он тоже говорил, написано, написано. И нам надо перенести его кровь в свои дома и сказать, написано, чтобы иметь победу над сатаной силой свидетельства своих уст. Иоанна, 6 глава, и прочитаем с 53 стиха. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. То не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, а кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Аминь. Кровь Иисуса Христа дает нам жизнь, вечную жизнь Бога. И это подтверждено документом, который мы держим в руках. Это подтверждено Писанием. Потому что Левит, 17 глава, она с самого начала говорила евреям о том, что... Я сейчас прочитаю это место, кстати. Душа, тело в крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Ибо кровь сия душу очищает. Мы говорили с вами об очищении. Но это то место, которое известно было народу Израиля. Что без крови не бывает никакого очищения. А душа, тело в крови. И в Евангелии от Иоанна это подтверждается, что когда вы пьете мою кровь, говорит Иисус, вы имеете в себе жизнь. Давайте еще посмотрим первое послание Коринфянам. Мы быстро движемся по этим местам. Но у нас будет время порассуждать. Потому что эти все места, они остаются вам для рассуждения, для анализа, для понимания того, что вот эти семь актов, которые мы сейчас записываем, это как раз то семикратное кропление, которое пророчески, святое святых, осуществляли первосвященников. Семь раз они кропили между престолом благодати, между ковчегом и завесой. Семь раз они окропляли ковчег с западной стороны и с восточной. Они кропили его. Но мы имеем это семикратное кропление в виде искупления, очищения, оправдания, освящения, вечной жизни. И у нас еще есть два пункта кропления кровью Иисуса Христа, что побеждает сатану. Но сначала первое послание к Коринфянам. 10.16. Чаша благословения, которая благословляет, не есть ли приобщение к крови Христовой? Да, аминь. Это есть приобщение к крови Христовой, в которой мы только что узнали, что если мы не будем пить кровь, то мы не будем иметь жизни в себе. 11 глава, с 23 стиха. Апостол Павел говорит, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерей сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Вот через что мы становимся духовным Израилем. Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Мы провозглашаем смерть, всякий раз напоминая себе о том, что Иисус вернется. Он вернется. Опять мы напоминаем, что он придет. И эта жизнь в нас находится. Из нас она никуда не уходила. Но он придет для того, чтобы судить этот мир. Для того, чтобы прийти уже как царь. И мы напоминаем это опять через принятие крови. И сатане мы тоже заявляем. Он придет. Он придет. Давайте здесь тоже сделаем исповедание. Господь, когда мы принимаем твою кровь, то вместе с ней мы принимаем твою вечную жизнь. Смерть поглощена жизнью. И давайте вместе. Когда мы принимаем кровь Христа, когда мы принимаем кровь Христа, то вместе с ней мы принимаем твою вечную жизнь. Смерть поглощена жизнью. Смерть поглощена жизнью. Слава Богу. Аллилуйя. Дорогие, я коротко, очень коротко сделаю обзор последних двух пунктов, потому что нам нужно уже завершать ходатайство. Возьмите вот это место. Евреям 12, 22, 24. Он ходатый. Он ходатайствует. И мы уже с вами сказали, что он первосвященник нашего исповедания. И вот это ходатайство вступает в действие, когда мы с вами используем кровь Иисуса Христа. Доступ в Божие присутствие. Тоже места Писания. И вот здесь я остановлюсь больше. Чуть-чуть больше. Я прошу у вас пять минут. Послание к евреям. Послание к евреям. Здесь удивительная цепочка событий происходит. В первой, в третьей главе нам в первом стихе говорится. Братья святые, участники в непестном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Уразумейте, что наши исповедания кладутся на уста Иисусу Христу, нашему первосвященнику. Дальше следующее место, четвертая глава. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. А зачем за него держаться? Что оно даст? Мы исповедуем и верим в то, что исповедуем. В 10 главе ответ, в 23 стихе. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вот все то, во что мы верим и озвучиваем. А в данном случае, что нам предоставила кровь Иисуса Христа как самый мощный инструмент в духовном мире для победы над сатаной, мы это исповедуем и держимся это неуклонно, потому что верен обещавший. Давайте мы сделаем с вами последнее исповедание и завершим нашу встречу сегодняшнюю. Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя, Господь! Что через крапление кровью Иисуса Христа я имею доступ в твое присутствие и в святое святых вселенной. Аллилуйя! Аллилуйя! И не возлюбили души свои до смерти. Вот таких боится сатана. Это радикальное христианство. И вы такие, мы такие. Апостольско-пророческие люди, они такие. У них есть откровение в сердце. И сейчас у нас есть еще один очень мощный инструмент, который напомнил нам Господь, как побеждать сатану кровью Агнца. свидетельство о том, что кровь Иисуса Христа сделала в нашей жизни. И тогда мы становимся недоступными. И давайте еще раз скажем. Аминь. 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 Продолжение следует...